Я полтора центра комбайн гонял, чтобы полбункера набрать целый день. Трещина, рука заходит по локоте, а мы там еще какой-то урожай собираем на таких землях. Решил сразу, не кусками, а полностью формат поменяли мы. Прямо переходим давай на утил. Уже второй год мы начали получать урожай. Более оптимальные, средние 17-20 сантиметров. Основное внимание уделяет силоборота, особенно на утиле. Не стерню срубает, а вот она колос, только забирает колос со стебелью. Их сантиметр теренки кегемис, и к немесущий сантиметр есть. Их сантиметр теренки кегемис, и кемис, и кемис. Друзья, с вами снова канал ЗАГА. ЗАФЕРМЕР, и мы находимся в Западно-Казахстанской области. КХ ИСМАИЛ, ГУРСАЕВ, АРЗАМАТ и ТЕЛЬЖАН. Это агроном данного предприятия. ЗАГА, большое спасибо. Вы являетесь, наверное, небольшой легендой. Легендой. Первооткрывается человеком, единственным, который поверил до конца в одну еще не столь изученную технологию. Но вы со всем миром идете туда, изучаете его вместе, прямо здесь, прямо на наших полях. Да, да. В Западно-Казахстанской области, ребята. Это технология Ноутил. Это КХ ИСМАИЛ, ребята. АРЗМАТ, скажите, пожалуйста, ну, как давно, и почему, вот с чего вы взяли, что Ноутил? Сколько работал в классике, вот это, у нас веско-континентальный климат, быстрый получение температуры, трещины, температура давит, неурожай, пыльные бури, вы помните даже, да, вот и особенно на парях, когда бывают пары, мы держим, как бы бывают пыльные бури, и надо было как-то защитить землю. Думаю, как защитить, как ее температуру снизить, в какие фазы, вот эти вопросы всегда возникали у нас. Начал в интернете смотреть, как обычно мы, куда обращаться, смотрел Михаила Ивановича, Драганчука, посмотрел первый ютуб-канал его, вот это, что есть такая Ноутил, оказывается, технология, прямой посев, ну, другие называют его, так общепринятый назвать, и что там есть с разных регионов мира, даже в Африке получают хороший урожай по программе Ноутил, да. Изначально, ну, когда ее не знаешь, кажется, что, ну, сравнить не с чем, но по идее оно получается, меньше затрат. Высвобождается время, люди у нас посевную, в основном, отдыхают, в общем-то, у меня люди, вот, другие хозяйства проще, они паруют, пашут, там, культивируют, наши ребята свободные даже. Изучают, Наутилы в разных областях. Да, 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 занимаются своими домашними хозяйствами, в общем, всегда в сельском местности есть дома, что делать. Подсолнух был в прошлом году? Подсолнух, да, был в прошлом году подсолнух у нас был. Что было? Ну, слабый, по прошлому году он у нас 7 центнеров, 7 центнеров в круг, где мы взяли. Ну, были места, где и покруче, из-за вот температуры, вот, в таком она, в завязи, засохло много, так и пятна. Основные, где вот Лощининых, вот, где правильно выстроены была, там по 12 центнеров давало, в общем-то. А зимая рожка у вас была еще? А зимая рожка была тоже очень тяжелая, я на нее надеялся, что все видели, вот здесь она буквально на этом поле была, все так ездили, Ох, такая рожка у тебя там, да, вы получите по 30, я знал, что не получим мы по 30, она подсохла немножко, ее придавила жара, и мы в среднем ее получили 17 центнеров. Ну, по прошлому году 17 центнеров, это круто вообще. Многие списали, многие там 10 говорят, 5 убирали, но у нас вот получилось 17. Что еще было из культура? Из культура у нас по прошлому году. А зимая пшеница была? Ну, а зимая пшеница, да. Тоже один из у нас таких экспериментов первых, как сеять по парам, паров уже нету, и мы с риском, вот с агрономом очень тяжело переживал, тележаном ругался, как можно в сухую землю сеять, влаги не было, ждали, дождей не было, мы посеяли в сухую землю, и в общем-то 10 центнеров, 13 центнеров, да, одно поле давно там послабже, 13 центнеров. Это было, весенние всходы были, или же были всходы по осени? Весной, да, постянули. Весной? Да, весной мы были. Ну, а всходы когда были? Весной или осенью? Ну, кущение слабо было. Кущение 2-3 листа было. Основной, как старт, после разбросывания селитра. Да. То есть он осенью зашел, но слабенький ушел в зиму? Да, слабенький, да. Один-два листа ушло, мы даже думали, что будем пересеивать так. Весной очень тяжелая такая картина была. Ну, и вот мы заранее купили удобрение, что вот по совету, как общаясь с ребятами, что весной надо подкормить, поддержать. Раскидали аммиачную силюту. Старт дать. Да, вот. Раскидали, и вот у нас получилось, в общем-то, пару дождей тут еще ливануло, таких не сильных, но... И прямо оно, выстрелили и пошло, короче. Раскидали. 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 О, Алик Масал. Айтож, жасын нешеде? Жасын 35. Мамандығы Маграну. Весной облысын, Бас-Казахстан Ауыл Шаруашылығы университетный диплом, бакалавыр депресенден. Одан кейн, облысын олышыр басқармасында басымам был, облысын, басымам был, қызмет атқарым. Тәжербесіз, ол жерде яқалай, көп, қиынды. Тәжербеже нақталу керек болт бар. Поляны көріп көлу керек болт. Сосын, солай, осын старт істы, біздегі шаруашлықтардан. Ундерс очень много, в основном мы используем больше. Мы используем много ундерсов, культивацию, мы используем разные семинары, мы используем 2-й день. Ундерсов, мы используем больше ундерсов. Мы рекомендации, которые не использовали. Я использую технику, жир, жағдай, поля, ундерсов уже больше. Когда я собираюсь область, мы используем 1-й лет, мы используем 1-й день. Нелли двигатель, ундерсов, ундерсов, ундерсов. Продолжение следует... После технологии, влага из Берегаше, технологии мы получаем. Мы получаем сев обороты. Мы получаем диверсификацию. Мы получаем диверсификацию. Прямой посев, айналсамыз. Сол мақсатта азден, сол мақсатта оқып, сол мақсатта жұмыстейу керек. Сол мақсатта шаруашылық 3 жылдан бері наутиел технологиясымен егін егет. Тәзелу жүзінде Өзімізде осынақтан өткіземіз. Бізге қандай артықшылықтар бар. Классикалық технологиян, қандай кемшіліктері бар. Біздер қалай өзімізде осына оқып үйренудеміз. Осы технологияны әлде болса да. Сафорды 12-ден жоғары көтеміз. Орожайын істі. Біздің манағы влаженеміз сондай біздің. Сафорға. Химиямен жұмыс жасадыңыз ба? Біздер на мақсары дейд. Қазақша жасадан мақсарына. Ең саңыз жарастойшыя. Засықыстойшые культурады. Екі раз екраз притпасивын обработки істейдік келіфасад мен, екенде амафосменегтік елі келі, келі 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 келерон физиуске весе. Оданген золаквый сарнактеріға қарсы. стратос ультра мин билет обработка еще плюс инсекцией обработка баре баре мин еще вор мин подкормка вердик она фазе бутонизация и ербин артистер мы дурка сын да адам коп полса осында и ноутил технологии на курики и реник рио дингуру пока деп тумен де коментариды жаж вернс тэльжангат кири тэльжан дождь тұр қарап тұрамызды сұнын инстаграмызды онын кейдем де тэльжанға звандаймызға пасты енді зондап тұрып айтып тұрамыз ой сал сал көрсет көрсет деп сибебе бөкөл білім сіз мүнәжерден алу атқан енді оны бөкөл әлемге бөкөл елімізге таратсаныз ол үлкен бір сауап болады такой шызге соңнымутпаныз тоң Étatsден бі сарқатыстан д SIMicếң әлеәсеті үлкені әлемék сілі Но, நің ж Gri бүрін сайлы омаз têmсе әлембің біңгомазірде ол үлкені, түргімді яң іamam төптіп, ізірат Чтобы эта земля отдавала нам те уважения, которые мы говорили не только, а сполна. Ну и что-то земли оставалось, чтобы после нас. Но вообще начинался отцом в 2000-х годах. В 97-й первый опыт был у нас. В Джамбите мы горчицу посеяли тогда. Так получилось понравилось. Что-то отец, мы вообще строители. По своей профессии. Я инженер строительный, институт закончился. Но в строительстве много не проработал. А отец что-то к земле его потянуло. И начали с двух дотушек. Вот так вот собирали сейлки со всех колхозов. Вот так. С ОЗСКИ ремонтировали. Вот так зашли мы в сельское хозяйство. Очень тяжелые года. Тем более раньше с ГСМом. Субсидии тогда не пахло. Семена. Нет семян. Помогали друг у друга. Вот так перезанимали товар. Мне там лишь бы посеять. Вот тогда была такая. Чтоб земля не пустовала. Начинали, как всегда, с классического метода. Это спахали, забарновали. Культивация, пары. Пытались вот так. В общем, работали в этом направлении. Ну, честно говоря, 2003-й мне запомнился. Вот как-то на 2002-м отеца не стал. И на меня все сложилось. И так. Что-то у меня так получилось. Такой у меня азарт был доказать, что после отец ушел. Но его дело не погибло, как бы, знаешь. И вот в 2003-м году я прям по максимуму отработал. И такой хороший урожай получил. В среднем 20-м, что-то у меня, ну, пошло где-то 3000 тонн. У меня 3,5-м были по элеваторам тогда очень. Потому что с 2004-го года я начал обновлять технику. Сразу вот все продал. И вот комбайны, сейлки начал, полутрактора покупать. Вот как-то я понял, что надо вкладываться, чтобы качественно работать. Надо хорошую технику. Свежую технику, по крайней мере. В 2008-м году, в 2007-м я решил, что-то надо менять с техникой. Вот это как-то мы неправильно работали, не успевали. Народу много было, а смысла не было. И я вообще запланировал купить посевной комплекс. Тогда с ребятами с Агросоюза познакомился. В Дипропетровске. Ездил на первую конференцию, в которую я поехал. В Астану они проводили. А Коль у них база же. До сих пор, по-моему, там она есть. С ними вот Голимбовский Юра был. Тогда менеджер по нашему региону. Подружился я с ним. Он сейчас на севере работает, как читали. Там было, кстати, первое, какую сейлку, какой комплекс купить. Вот я там купил, вот, Хорше Агросоюз, вот, первую анкерную сейлку. Я купил с адаптерами. Новую, современную технику. Большим трактором, чтобы один комплекс мог в сезон отработать 2000 гектаров. Вот он, 2500 он отрабатывал. И вот с 2008 года у меня работает, до сих пор у меня этот посевной комплекс трактор. Вы знаете, да? Многие не знали, что у меня есть посевной комплекс. Я не афишировал, как бы. Ну, не публичная я личность, не люблю афишироваться. И, вроде, качество начали уделять. С 2005 года Алдобир Бакевичем очень сильно заинтересованы вот эти проблемные у нас засоренность. Очень до сих пор вот мы боремся за засоренные земли, что мы вот сначала вывезти надо с Абхиевича, чтобы культурные растения могли все. Вот, очень много и у него, спасибо ему, научился. Потом были неурожайные годы, как вы знаете, 2009 год, 2011 год, очень тяжелый, который мы списывали. Полтора сентября, два сентября, люди даже смеялись. Я полтора сентября комбайн гонял, чтобы полбункера набрать целый день. Ну, хоть что-то собрать, бросить, жалко было, списать там. Вот, очень большие были потери. И базу продал, вы знаете, даже вот было попадать, потому что оборотные средства большие. Пришлось выкручиваться. Ну, выкрутился. И вот одна проблема, вот, всегда мне мешала, вот, мы сеем, и земля, почему не отдает? Кладываешься вроде, да, технологию соблюдаешь, ну, какая технология? Пахота, барнование, лишний раз еще раз пробарнуюсь, чтобы сохранить культивацию там, вот. Ну, вот, температура земли, вот, у нас же резкие нарастания температур нам мешали. Постоянно трещины земли, мы сколько раз, и вы знаете, снимали, вот, мне удивляло. Даже ребятам показывают, на Украину ездил, что трещина, рука заходит по локоти, а мы там еще какой-то урожай собираем на таких землях, на голых землях. С 19-го года я первый бросил пахоту, все, ничего не делал, вот, как по рекомендации. И первое поле я посеял, вот, по рожке я посеял, рискнул, но побоялся что-то другое сеять, но думаю, если даже не взойдет, рожка все равно взойдет, я вот с таким позицией, короче, посеял, вот. А дальше второе поле поделил, это я лен там посеял, тоже рекомендация через лен, очистку, выйти, вот. Как есть же, лен, это такая культура, которую можно отработать по вегетации, или почистить против злаковых, вот, убрать сорняки, в фазе елочки там. Вот оно, поле сафлоровое, сейчас оно, вот, с него начинал первое, в 19-м году. Несколько раз был его случай, я вам рассказывал, что даже продать хотел, если хотел, брось, потому что та работа, те усилия, которые мы вкладываем, и отдачи нету, вот, прямо на ноль настроение падало, прямо, все, тогда, что-то не то, я неправильно что-то иду куда-то. Это меня не устраивает, это то, что 7-6 сантиметров получали, это неправильно, земля больше должна была давать. Я через себя перешагнул и решил сразу, не кусками, а полностью формат поменяли мы, прямо переходим давай на утил. Так получилось или у нас погодные условия, я не знаю, не могу констатировать, но знаю, что уже второй год мы начали получать урожай более оптимальный, средние 17-20 сантиметров уже подтягивается вот это поле. В прошлом, тяжелом году? В прошлом году даже интересно, ячмень, который вот Агросирис Баттес я взял, поверил в эти семена действительно, и с этой технологией, которую мы взяли, внедрили, вот, протравка и прямой посев. Он дал результат по прошлому году, два месяца 35 градусов, не опускалось, до 40 доходило, и мы 20 сантиметров взяли без проблем. В нашем хозяйстве основное внимание уделяет севообороту, особенно в маутилии и в прямом посеве, так называемых, нужно очень обращать внимание на севооборот. В хозяйстве у нас поделены по 30-35 процентов масличные, а зимовые культуры, злаковые, игровые культуры. Из севооборота мы применяем, ну, сравнительно для нашей зоны, такой резкоконтинентальной культуры, которые более здесь засухоустойчивые. Вот, это азимовые культуры применяем, рожь идет в севообороте, по ировым культурам злаковым ячмень, пшеница яровая. Вот, на следующий год планируем твердую сор пшеницы попробовать посеять. Вот, из масличных культур, в севообороте у нас подсолнечник, сафлор, лен. Очень немаловажную роль играет очесывая жадка, вот тогда что составляем стерню. Для этого была приобретена очесывая жадка, ну, в данном случае 6-метровый озон, вот, их не так много на рынке. Шелбурн есть, вот, еще украинская есть славянка, но мы пришли к тому, что с конструктором разговаривал. Пензмаш, вот, рекомендации, мы попробовали озон, ею довольны. Вот, очесывая жадка не стерню срубает так полностью, а вот она колос, только забирает колос со стебля. И остается, вот, вся стерня можно считать, на поле остается. Все здесь плюс, так как у нас очень, ну, с марта месяца до 8 ветра сильные. Мы исключаем за счет этого ветровую эрозию, потому что ветер, естественно, здесь меньше выдувает землю. Вот, второе, она при посеве покрывается вот так, и накрытая земля у нас остается. Это лишнее испарение влаги не уходит. Ну, и третий плюс, это вот эта вся биота, потом вот микроэлементами перерабатывается в гумусный слой, и у нас здесь самый полезный вот этот слой, начиная, где можно сеять 3-4 сантиметра, где следующую культуру отдает более высокий урожай. Ну, и солнечные затенения. Солнце тоже немаловажно играет в солнечной радиации, так называемую температуру. Ветровая эрозия, ну, и солнечная у нас. Если не дает перегреться земле, и за счет тени создается тень, вот, солнце падает, вот, вы видите, здесь земля уже более-менее в тени, у нее температура воздуха сверху, и гвоза земли уже более-менее меньше становится. Ну, и, естественно, испарение земли уже меньше уходит. Влага у нас, лимитирующий фактор в нашем регионе, это влага, к сожалению, и нам надо вот это, подстраиваться под природу. Основной принцип, как я понимаю, ноутила, прямого посева, это нам строиться в природу, чтобы мы могли вместе с землей правильно так посеять, чтобы не мешали, не мешая никому, получить то, что нам надо рентабельно. И заодно восстановить ту потерю, которую мы из земли удастываем. Нулевой технологияның бір ерекшелегі, ешқашан осылай, егінден гейн, поля босқалмау керек. Біз сол себепті, сразу комбайн өткенден гейн, еле сол гыны, еле екінші гыны, пакрамный культур егеміз. Онда бірнеше дақылдардың семенасын арыластырып, судан гейн барып, осы егістіктен гейін, сразу манаға сейелікмен, уже еге бастаймыз. Ол бірншіден манаға, қалған влагыны өзіне тұтынып, қарамшыптердің өспетпеуіне септегін тегізет. Екінші жағына манаға олардың бастайын айтады, жуе қарнелеп манаға топырақтың одан ары манаға трамбовайт етілмеуіне, сондай, өзінің оң әсерін тегізет. Біз пакрамный культурыны еккенде диске сейелікмен егеміз, стернеой. Стернеой сейелік, манаға пажевіне астаттық дейді, оны өсімдіктердің тамырларын және сабақтарын кесі өтетті, және де 2 сантиметр тереңдік кегеміз, 2-3 сантиметрге. Егерде қандайда бір жаңбыр жауап, қандайда бір валағы болған жағдайда, манаға өзіне, манаға пайдалану, манаға тез көтерілі үшін өсімдік, өсімдіктің өзіне алу үшін пакрамный культуры егеміз. Срен-көріп кілд Courtvzcul үшін еген анаға үшін өзіне үшін өзке нуғасы үшіндік, өізін變кен, костынпі өз кейеді осылан бір варған жағни онында болған жағдайш өзіне алу үшін көнкер жағдай дабweekа үшін өзіне өз. Проблема еще нау тілағырлы, но переход тяжелог үшін істесе шейнған алу үшін. они тоже очень дорогие разных компаний фирм но если лежачие бывает иногда не может прорезать например солому толстый слой и селечка зависает а в стоячую вот такую стерню сеять легче селки любой селки уже даже иногда турбонож весной вообще турбонож убирал который разряжающий мы сделали дифазный диск так называемый со смещением два диска вот и диск сам спокойно прорезал на 3-4 сантиметра мы спокойно могли сеять на этом поле ну будет сейчас подождем сейчас как на так называем осветление мы сделали правильно уже сорняки зиму еще начинает потихоньку хоть мои химичи вылазить вот через неделю 2-3 но если дождь пойдет падалица поднимется сорняки пойдут мы их отработаем сплошным гербицидом сплошного действия даже если не будем сеять он у нас это поле остается на яровой посев но из по многолетним наблюдениям и вот по с ребятами сколько раз говорю осенняя обработка сплошным сплошная обработка гербицидами на 70 процентов до 70 процентов помогает весной уже меньше надо будет защиту выстраивать друзья мы переместились в вагончик . полевой стан который перемещается вместе с комбайнами и со всем коллективом туда-сюда туда-сюда это очень оперативно это классно я по вот этим моментом тоже раньше мы применяли также и скучаешь с одной стороны катаешься по всем полям так многие боятся говоря говорить открыто о каких-либо там цифрах финансов вот если можете поделиться пожалуйста да вот какой вот у вас тысячи четырестнадцать две тысяча две тысячи год 2014 гектар примерно какой оборот у компании ну годовой оборот 220-240 миллионов в движении денег ну годовой где затратная часть если взять по всем включая где-то около 150-170 миллионов где-то ориентировать зависимая опять-таки какие культуры сеем какие там схемзащитку принял удобрения вот потом с каждым годом узнать что вот все дорожает кроме зерна у нас как всегда да зерна тоже чуть-чуть подорожала но как бы стоимость затратной части в два раза обогнала то подорожание которое у нас было на удобрение вы знаете на защиту очень прямые затраты вот таки можно посчитать это как бы это вы о прибыли говорит я всегда говорю сельская ноги путают большого рожая получили это ох ты да у тебя же 200 процентов прибыль ты получил я неправильно потому что если у меня 150 миллионов я затратил в этом году мне значит надо 150 на следующий год минимум заложить это правильно чтобы год пройти и вот что больше этого когда мы получаешь если больше 200 процентов получаешь я считаю вот это твоя заработка прибыль которые ты можешь использовать на вот 240 оборот 150 в целом ваша затратная часть можно можно сказать что около 90 миллионов это доход ваш да ну вы же на себя какие-то деньги вытаскиваете ну естественно определенный ну как сколько сколько я за мотар до зарабатывать не могу сказать ну с данными узнать были сложные когда сложные годы были провалы один же может быть провал оборот к вашей один неурожайный год и за ним тянет три года ты должен его ползаешь то есть вы сейчас в процессе вы я помыли сейчас выкарабкаем второй год уже можно считать в плюсы выходим и уже есть перспективы планы строить можно на будущее там какие-то ты можешь себе домой там вытащить ну я думаю миллион в 30 если так сказать еще можно себе безболезненно вытащить если так то есть из 250 миллионов если в среднем составе 30 миллионов можно вытаскивать ну еще там миллион это вот зарплата почитать 30 32 30 миллионов чистыми на себя ну вы просто фанатически вы же еще в бизнесе я не вытаскиваю никогда такие суммы увеличиваете до оборотку зоя вытаскиваем такие суммы с оборота я всегда их туда туда вкладываю то есть 10 15 процентов по сути можно да 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 10 нас процентов сказать что это чистые на себя подай безболезненно но опять какие-то себе планы строишь мы же каждый год строим грандиозные планы на не смотря на вывод в этом году а там надо вот еще вот этот при сделать еще бы такой эксперимент какой провести дополнительно затратить на удобрение вот увеличить например сесса защиты другие примере ты же не с неба же эти деньги берешь ты значит вытаскиваешь откуда от своего же ты вытащи первую очередь положено а потом кредитный там если получится вытащить еще оборот там на основные средства там вот такой от сколько вы налогов платить ежегодно на на налоги или на зарплату миссии не без зарплаты на налоги че гре так на скитку не скажи 3 5 ну где в целом за года я коллектив маленький ну да да я увидел я укомплектовал 12 человек мы работаем и на такое то считайте три человека который работает складе на таку и здесь на поле у нас работа 3 субсидии там или же поддержки государства или же там кредит или черт чтобы под вам очень нравится что вы считаете прям четким правильным четко во первых есть мощный поддержка что мы скрываем она есть только три поддержки по налогообложению единый земель налог нормально не напрягает не нагружает субсидии на удобрение по сицидии не напрягает не напрягает типа очень мощно по на технику ну правда вот эти убрали 50 процент на которые были это было более реального когда 50 процентов субсидии 25 но это я просто ребята всем рассказываю мы помним времена когда вообще субсидии на чуть такое мы же работали да она живали работали вот такая сейчас государственная поддержка когда идет мощная я считаю это очень симпат ну единственным проблем нас вы знаете это нехватка оборотных средств они короткие деньги вот это вот вопрос по решить с процентной ставкой до 3 процентов и там на три года например дали оборотные средства чтобы я продукцию эти оборотные средства использовал в обороте это чтобы в процессе там вот уборки и там да вот получается осенью-осенью возврат денег идет а самая низкая цена почему платежи в октябре в ноябре специально как будто бы подать подвозь второе платежи тебя когда в марте феврале разбивают банки правильно два платежа и вот ну весной то понятно мы же цена более-менее понятно регулируется чуть повышается к весне там там еще и но вот осенние нас деньги короткий процент нормально очень и очень интересный момент и мнение друзья если же есть у кого-то такое же мнение если кто-то солидарен согласен пожалуйста тоже отпишитесь в комментариях мы постараемся просто просчитать какое количество людей за вот такой вот вид на поддержки от государства от финансовых наших государственных квази государственных институтов мы должны думаю кажется это обсуждать каждый раз что-то интересно находить и пытаться тогда отсюда до министерства там достучаться потом есть вот эти запретительные меры которые вот советской времен наверное осталось а психологической наше правительство вот это всегда нечего проработать вопрос по а я держи на экспортный возьму то закроет экспорт для регулировки цена не также рынок зарегулировать цены почему тогда не регулирует цены гсм тогда пусть запчасти пусть запретят короче не скажет не дороже вот это вкуснейший вообще пирог мы с ней шея дали вас блюдо вкуснейший чай это полевой наверно чай да это полевая еда друзья выезжайте чаще на поля здесь кушается по-другому это правда дома не здесь только езжайте к своим соседям друзьям коллегам общайтесь больше между собой дружите толкайте друг друга только вверх поддерживайте друг друга делитесь всеми всеми знаниями которые вы получаете ежегодно на своих полях нам только всем наверное размотала с вас начиная больших урожаев если честно вот мое мнение про наутил это не про большие урожаи это просто стабильный урожай стабильность и рентабельность производства основной в любом случае я вам желаю стабильно больших тогда урожаев всей области всей стране давайте друзья в погоне за своим счастьем давайте будем более открытыми друг другу и больше поглощать знаний большое спасибо удача спасибо что приедет удача Субтитры сделал DimaTorzok